Каждый возлюбивший Господа стремится быть там, где собираются христиане, любящие всем сердцем, всей душою и всем помышлением своим, своего Спасителя, который взял на себя наши недуги, исцелил нас от язв греха и открыл нам небо. Как можно не любить Господа, который пришел в этот мир, чтобы спасти каждого из нас? Как можно оставаться в этот день дома, как можно не прийти и не поклониться Святому Христову Воскресению, человеку, который называет себя христианином и носит на себе распятие Господа Иисуса Христа? Вот почему, дорогие братья и сестры, сегодня, вспоминая евангельское благовестие, которое читалось во всех храмах мира, мы слышали, как некий законник подошел к Иисусу Христу и спросил, а какая наибольшая заповедь из всего закона, данного Богом человеку? И Христос отвечает ему, напоминая всем нам, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всем помышлением твоим и ближнего своего, как самого себя. И вот если мы приходим в храм по любви к Богу, то вот с любовью к ближним у нас не всегда получается, у нас не всегда это удается, потому что человек, имея поврежденную природу, скорее удобно преклонен любить себя, заботиться больше о себе, думать о себе, а не о других. Вот почему христианство ломает в сознании человека этот стереотип и говорит, а ты от себя отвернись и посмотри вокруг, сколько тех, которые нуждаются в твоей помощи. А кто-то говорит, а мне все равно до них, главное, чтобы было у меня. И так живет весь окружающий мир, а христиане, которые призваны быть светом в этом мире, говорят, нет, есть те, которым еще нужно помочь, о которых нужно позаботиться. Подвижники благочестия не открывают эту тайну. Как возлюбить ближних, как? Когда хочется всех отодвинуть от себя, чтобы не мешали никто мне, а еще их любить, Господи, я-то тебя уже люблю. А вот ближних любить, это так тяжело, Господи, когда все вокруг злые, которые хотят всякие пакости нам больше сделать. Как это любить? За что их любить? Что они мне сделали, чтобы я их любил? Он говорит, люби их, как самого себя. Вот как ты хотел бы, чтобы с тобой поступали люди, так поступает и с ними. Вот как высоко нас поднимает Христос. Вот сегодня церковь вспоминает память великомученика Евстафия и его супругу Феопистию Агапита, двух воинов и Феописта. Вот мы мало что о них знаем. Как хорошо было бы, если бы мы больше читали, больше узнавали, больше слушали. Тогда мы бы понимали, какой жизнью жили тогда люди, какой жизнью живем сегодня мы. Но что разделяет нас? Только время? Или, может быть, период нашего сегодняшнего жития, когда у нас в магазинах много что есть. Мы уже живем в комфортных условиях, в отличие от тех римских воинов и патрициев. А что нас соединяет с тем временем? Также неприязнь мира Христа и верующих в Него. Но нас объединяет также и любовь ко Христу, которую любили те первые христиане. Также мы с вами можем и должны возлюбить Господа Бога Своего всем сердцем Своим, всей душою Своей и всем помышлением Своим и ближнего Своего, как самого себя. Если мы вот об этом забудем, какими мы будем христианами. Вот почему прославляя сегодня и этих святых, а также и святого благоверного Олега Брянского, который ведь тоже пошел не просто на поле битвы, а который пошел с Богом, а потом всю жизнь свою посвятил единому Господу, которого всем сердцем своим возлюбил и сохранял и целомудрие, и нестяжательство, и послушание. Ради чего? Ради Христа. Потому что кто любит Христа, то старается во всем слушать Его, желает слышать Его, желает молиться Ему, желает собираться там, где молятся Ему, где прославляют имя Его. Потому, дорогие, как важно нам начинать жить по-христиански, потому что время сокращается, время нашей жизни очень коротко, мы не знаем, когда она прервется. Поэтому каждое воскресенье я вас просто зову, причащайтесь, братья и сестры, так живите по-христиански, напитайтесь этой верой, напитайтесь свое тело и кровь свою, и душу свою Христом, потому что впереди еще непростые времена грядут. И если мы не будем с Богом так близко, как вот причастники, которые принимают в себя Христа, то мы не вынесем того, что происходит в современном Риме. Я не оговорился, не в мире. Рим ликует хлеба и зрелищ. А мы, дорогие, возлюбим Господа своего всем сердцем своим, всей душой своим, всем помышлением своим. Спасибо.